Здравствуйте! Главный тренер Спартака Гильермо Абаскали, капитан нашей команды Георгий Джики. Для начала, пожалуйста, вопросы футболисту, потому что надо готовиться дальше к тренировке. Кто будет первый? Вопросы Джики. Саша, Матч ТВ. Добрый день, Александр Рогулев, Матч ТВ. Вопросы, наверное, стандартные по матчу. Успели ли этот короткий период подготовки, наверное, короткий, успели ли набрать форму, в каком состоянии сейчас вы и ваши партнеры? Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Ну, что касается формы, понятное дело, что было короткое время. Все будет видно на поле. Что касается адаптации и личной формы, считаю, что в хорошей форме. Поэтому, опять же, все будет видно на поле. Что касается команды, хорошо готовились, готовились Тарасовки, провели сборы с новым тренером, с новым тренерским штабом. Поэтому считаю, что провели хорошо время, хорошо впитали информацию, которую донес до нас тренер. Поэтому к завтрашней игре, считаю, готовы. Еще вопросы для Георгия? Да, пожалуйста. Газета Пенальти. Георгий, у вас есть победный опыт выступления в Суперкубке вместе с Промесом. Только у двоих из состава. Вы как-то инструктировали других ребят, как наставиться на такие матчи? Ну, у нас еще есть и Рома Забдин, который принимал, ну, тоже был тогда в команде, да? Вот, поэтому, что касается Суперкубка, все прекрасно понимают, что это одна игра, где все решится, ну, именно вот в этой одной игре. Поэтому все это прекрасно понимают в команде и никому объяснять это особо не надо. Серьезная подготовка, серьезный настрой. У всех, как это сказать, горят глаза. Поэтому все ждем завтрашней игры. Коллеги, еще Георгию. Да, Саш. После медобследования сразу несколько вопросов. Мы задавали вам про Бакаева. Вы тогда говорили, что еще не удалось поговорить. Удалось и сейчас с ним поговорить. И предстоящий матч будет ли для вас, ну, не знаю, отдельная встреча с Бакаевым? Я не знаю, какой-то вот этой темы. С Зелимом, да, мы разговаривали. Он игрок Зенита, как вы все прекрасно видите. Что касается завтра, то будет играть Зенит против Спартака. Поэтому ничего более. Никаких личных каких-то противостояний. И Зенит, Спартак. Пожалуйста, да. Добрый день, Юсиф Роков. Вечерка, Санкт-Петербург. Георгию, скажите, пожалуйста, настрой на завтрашний матч. Это просто дерби Зенит-Спартак? Или имеет еще принципиальный результат предыдущего матча в Санкт-Петербурге? Реванш? Да, я хочу ответить на этот вопрос, что все-таки... Да, дерби это немножечко другое. Вот. Извините, что я вас поправляю, но все равно, да. Что касается прошлого результата, то прошлый результат был ничейным на нашем поле. Это была заключительная игра перед сегодняшней игрой. Ну, давайте вспомним тогда, как мы тоже одерживали победу над Зенитом. Поэтому, да. Есть еще что спросить у Джики или переходим к вопросам главному тренеру? Георгий, спасибо. Всем спасибо. И теперь вопросы Гильермо Абаскалю. Кто хочет быть первым? Наверное, по традиции Александр Рогулев. Ну, и тогда такой же вопрос, в принципе, как первый был к Джики. По подготовке команды, да, физически, физически, или удалось ли вам за это короткое время, как вы считаете, донести все свои идеи? Увидим ли мы тот Спартак завтра, который хотите видеть вы? Ну, obviamente, obviamente, но. Ну, если в этот момент, в этот момент, у нас уже все было сделано, это было странно. Поэтому, конечно, мы сделали то, что было на короткое время работы, и что мы могли сделать в этих дней, что, конечно, карида, на работе физически и тактики, мы знаем, что это очень важно, и это будет очень важный момент, и это будет очень важный момент, который мы дарим уровень, но если говорить о финале, мы не можем помочь в метое, мы можем помочь, мы можем помочь в моем счете, в нашу общество, в нашу клуб, и, конечно, на этот футбол, который мы хотим cortым трудом, не получится. Было бы странно, если бы я сказал, что мы уже полностью всё, что хотели, выполнили. Мы находимся на первом этапе, мы провели определенную работу. В те дни, которые у нас были в Тарасовке, мы работали и над физикой, мы работали и над тактикой. И предстоящий матч будет очень важным шагом, который в том числе покажет, где мы находимся. Он даст нам ответ на этот вопрос. И, конечно же, в такой игре на первый план выходит мотивация и та значимость, которая есть у такого матча. И значимость для болельщиков, и значимость для клуба. Еще вопросы? Да, пожалуйста, не забывайте представляться. Алексей Михайлов, спортивный за днем. Гильерман, в дополнение к вашему первому вопросу. В начале лета Спартак настаивал на переносе старта нового сезона. Мотивирует это тем, что у Краснобелых было меньше всех времени на отдых и на подготовку. Вот что касаемо атмосферы и не только тренировочного процесса. Вам хватило времени, чтобы влиться в команду, подготовить ее к сезону и, в частности, к матчу с «Зенитом»? Да. 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 Это регламент. Это соревнования. Иногда бывают такие матчи, которые происходят по середине периода подготовки. На нормальную подготовку нужно четыре-шесть недель, у нас же было 14 дней. Вот, конечно, мне хотелось бы, чтобы в будущем, в принципе, в футболе все было устроено так, чтобы командам было достаточно времени для того, чтобы подготовиться и показывать свой лучший футбол, потому что в конечном итоге здесь будут побеждать зрители, которые будут видеть свои команды в наилучших кондициях и показывающих наиболее зрелищный футбол. Но к сегодняшнему матчу это отношение не имеет, потому что мы сейчас не должны думать об этом, о расписании, о программе. Мы имеем этот матч, он очень важный, и мы должны выложиться на 100%, чтобы порадовать наших болельщиков. Про срок подготовки поговорили, есть еще темы? Да, пожалуйста. Доводилось ли тренеру прежде бывать в Петербурге, если да, когда в предыдущий раз это было? Нет, нет, это первая разница. Я не был ни в Петербурге, ни в Руси. Это первый раз. Прежде мне не доводилось быть ни в Петербурге, ни в России до этого приезда. Да, пожалуйста, Спортэкспресс. Гильермо, расскажите о потерях. Есть ли игроки, на которых вы не рассчитываете в этом матче? Вообще, кто готов? Полноценно. Ки ет диспонибиле? Ки ет диспонибиле? Индиспонибиле соно... Ки соно индиспонибиле? Мартинс, Мозес, Урунов. Окей. Урунов, Мозес и Мартин. У Мозеса, Урунов не смогут принять участие в этом матче. Саша. У меня на самом деле похожий вопрос. Когда, собственно, они смогут быть... То есть, мы уже сообщали, да, что Николсон будет сейчас в расположении клуба. Когда они все будут готовы играть? Через сколько? Я не могу ответить на этот вопрос. Я сейчас сконцентрирован на тех, кто есть, на тех футболистах, которые есть в моем распоряжении. У каждого из отсутствующих есть свои причины, есть свои мотивы. Когда они будут готовы, когда они будут на том же уровне, как и остальные, тогда мы будем работать с ними. Да. Еще раз, Юсиф Роги, Петербургская вечерка. Гильермо, скажите, пожалуйста, вы начинаете первый официальный матч в России из такого серьезного матч против такого серьезного соперника. Скажите, видите ли вы в этом какие-то преимущества? Или, может, наоборот, хотели бы втягиваться в сезон более щадящими режимами? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. поединок с таким соперником это большая ответственность это ответственность перед клубом все мы знаем что такое спартак и в европе все знают что такое спартак и наша задача моя задача каждый день делать максимум чтобы пока чтобы команда показывала свою лучшую игру естественно я счастлив я счастлив быть здесь находиться и иметь возможность сыграть такой матч это вызывает дополнительные эмоции но сейчас нужно сделать все чтобы и я надеюсь на это что завтрашняя наша игра подарит хорошие эмоции нашим болельщикам еще вопросы есть тогда спасибо приглашаем вас на тренировку первые 15 минут открыты и всем хорошей продуктивной работы